Продолжаю свой влог. Сегодня у моей девочки первый утренник, точнее это ее второй утренник, но на первом утреннике она же не выступала, тогда меня увидела и не захотела никуда идти с детками, сидела со мной вместе, а теперь воспитательница попросила нас не приходить, ну в том плане, чтобы мы не приходили раньше, а пришли уже когда они там подозрали и потихонечку там смотрели, чтобы Алиса нас не видела. Я накрутила волосы на коническую плойку, очень быстро делается такая укладка, просто делаю хвост и вот этот хвост накручиваю, потом убираю резинку и получается вот такая вот классная укладка. Я просто балдею, как волосы блестят, жаль, что эта краска быстро смывается и наверное через месяц уже конечно такого эффекта нет. Она вообще не портит волосы, девчонки, помните, когда мы подхватили вши, вот сыночка он со школы принес, я думала, что я этой краской вытравлю вшей, так вот я не смогла ни одну вшу тогда убить этой краской, то есть она даже вот на насекомых никак не воздействует, хотя полностью они были погружены в эту краску, но вот так вот, так что она не портит волосы. Вообще для укладки в принципе достаточно иметь всего две плойки, это обычный утюжок, который можно сделать и локоны, и выпрямить волосы, и иметь вот такую коническую плойку и все, на самом деле больше ничего, никаких других стайлерах не надо, но еще можно гофре, чтобы делать объем. Я уже объем не успеваю сделать, уже нужно идти. Все убегаю к моей малышке, увидимся. Смотрите, какая у нас зима, вообще не снежная, Новый год скоро. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одесса, ДимаTorzok Двусинками, пойдем? Субтитры создавал DimaTorzok учит клачет там м? даже подарки его не прельщают говорю, подарок не подарит, Джей ДимаTorzok не нужен подарок, пошли домой м? в парапуз ты стоя так всегда видишь я не хочу танцевать ты же рекомендаривала я хочу танцевать а дома что, хорошо тебе? да А тут смотри, какая ты красивая. Посмотри, какая у тебя юбочка. Ну-ка, покружись. Покружись. Покружись покажи. Вот какая красавица. Еще, еще. Еще один разик. Вот. Видишь, какая ты красивая. И не хочешь. Вот что делать? И так и сяк уже уговариваю. Эх. Руслан принес губернаторский подарок. Так им до пятого класса дарят подарки от губернатора. Бесплатные. Сейчас посмотрим, что там внутри. И еще. Печеньки, мармеладки, конфетки и штуку с орехами. Уже съел. А еще я Руслану похвалю. Я увидел, что он бумажки не там раскинул. А пошел в насадку выкинул. Молодец. Молодец. А, вот такую штуку ты уже съел, да? Э, за мои печеньки. Пару шоколадок с т-паленком. Ну, теперь стыдце. Так. Еще одна шоколадка. Чупа-чупсики. И все остальное, по-моему, просто конфеты. Давай выцепим. Стой! Это мое. Давай выцепим. О, нет. Нет, тут еще есть коровка, лапы. Пару, это моя. Есть еще всякие суфле, зефиры. А, даже список есть, чтобы никто ничего не стырил, да? По списку проверим сейчас. Так, всякие вафлики шоколадные. Ну, короче, очень-очень много всего шоколадного. Короче, Алисе здесь ничего почти нету. Оставишь ей пару чупа-чупсиков, ей будет приятно. Представ новогоднего подарка. Полтора килограмма кондитерские изделия. Прям вот все-все-все. А интересно, если чего-то не хватает. Куда писать? На сайт мэрии. А у нас она вообще есть? Есть, конечно. Да, первый раз вижу, чтобы список был. Прикольно, конечно. Ну, давай, собирай. Вот это можно в холодильник убрать, чтобы не растаяло. Когда наряжаешь елку, то квартира выглядит вот так, как вокзал. И хотела вам показать, сейчас мы, точнее, Леша мой, двигал шкафы. Мы думали, куда елку поставить, чтобы было хорошо ее видно. Чтобы она во всей красе стояла. Чтобы можно было на ее фоне снимать видео. И думали вот сюда, получается, поставить елку. Вот сюда. Хорошо. Вот сюда думали поставить елку. И можно было бы тогда снимать в середине комнаты. Сзади был бы красивый размытый фон. И вот камеру ставить сюда. Ну, в общем, мы не учли то, что у нас этот шкаф рабочий. А этот для, получается, всякого хабур-чебура. Здесь нет полок. То есть тогда нам надо вообще перекручивать полки. И я мужу сказала, что нет, давай обратно сейчас будем двигать шкафы. И елку поставим вот сюда. Если бы у нас шкафы стояли так, то комната выглядела бы узкой. Так непривычно. Сейчас не смотрите на этот бешеный бардак. Потому что все вот с этого шкафа мы достали. И порядок наводим периодически. Ну, вот прям узкая такая сразу комната. Поэтому мне нравится гораздо больше, когда шкафы здесь. Если с той стороны еще ничего, то когда заходишь в комнату, то вообще как бы узкая такая прям комната. В общем, такое расположение мне не нравится. Хотя до Нового года, если бы не было вот этой проблемы с перестановкой, со штангами, с полками, для Нового года бы нормально. Вот здесь елка бы стояла. Я думаю, все было бы хорошо. Руслан, у нас что, в хорошем настроении? Я уже выглядаю. Потому что некоторые меня спрашивают, а где Руслан, почему ты его не снимаешь? Ну, потому что он не хочет сниматься. А он уже взрослый, может мне указывать, хочет он сниматься или не хочет. Это Алису я не спрашиваю, снимаю и все. Догадайся, что это за танец? В общем, придумали мы вот сюда елочку поставить в этом году. Алиса уже большая, елку дергать не будет. Да, доча? Да, мама. Папа наш сказал, что он не любит наряжать елки. Первый раз слышу за столько лет супружеской жизни, что он не любит наряжать елки. Смотрите, короче, у меня такая штука есть крутая, смотрите. Видите, вот эти штуки. Они, короче, раньше регулировали бронхоз. А вот эта штука, смотри, сейчас вам все. Смотрите внимательно. Что это вообще? Зарядка? Смотрите внимательно. Сейчас все будет просто супер. Оп! Та-дам! 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 Решили кровать придвинуть к вот этому нерабочему шкафу. И вот здесь будет елочка. Можно будет снимать на ее фоне. Папа, сейчас покажу. Вот так она елочка. Да, малышечка, давай. И, кстати, если вы посмотрели до этого момента, то напишите сло. Я кому говорю это все, Руслана? Шапка. Это такой тест. Все, я пошел. О, СМР снимай тогда. Все, я пошел. Пока. Все мои любимые игрушки. Вот это еще из Махачкалы. Вот эти стеклянные обожаю. Такие винтажные. Эти из Фикс Прайс, по-моему, или из Магнита магазина. Вот эти тоже еще из Махачкалы. А вот эту коляску я купила, когда Алиса была в животе у меня. И Анина тоже. Знаковая. А куда поднесите? Это мой оленя. Оленя? С другой стороны. Тут уже спереди много-много. Так, я готов, я готов выступать. Подожди, сынок. Стоп, 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 дорогой зритель. Ты что хочешь досмотреть? Уголок. Хотела показать вам уголок, который украсила сейчас. Вот так вот обеденная наша зона выглядит. Гирляндочка с Алиэкспресс, если кто не в курсе. Кстати, нужно провод здесь прибрать, потому что я терпеть не могу, когда вот так вот провода торчат, либо висят. У нас так муж сделал, что он тут все позакрутил, чтобы ничего не висело. Ну, видимо, поворачивали телек, и провод вылез. Ну, в общем, ладно. Смотрите, клетка это еще с Махачкалы. Это мое лучшее вложение. Я ее покупала, по-моему, за 2,200. Тогда это казалось очень дорого. Но тогда я вообще не пожалела ни на секунду. Она у нас долго стояла в нише камина. И тоже там внутри можно ее украшать по-разному. Можно вот так вот ягодами, да, веточками. Внутри еще там у нас, как, такой светильник стоит. Можно украшать цветами, пионами. У меня такой искусственный букет невесты там стоит обычно. Еще веревочка такая, бечевка с маленькими бутончиками обмотана. Сейчас я украсила это еще из фикс прайса вот такой вот нежной гирляндой. Если вы блогер, если вы фотографируете для инстаграм, какая-то у вас предметная съемка, очень классно такие иметь вещи, потому что можно по-разному украшать. И каждый раз будет что-то новое. Здесь подушечка. Еще второй момент, что я обожаю в интерьере. Это различные наволочки. Когда у вас однотонные стены, я уже многократно говорила об этом. Если у вас однотонные стены, вы можете любой текстиль, любого цвета, любого стиля, любой композиции, рисунка использовать. И каждый раз будет по-разному. Например, в детской у нас я люблю бирюзовый какой-то такой, нежнятину, нежно-розовый. Сейчас там прекрасно смотрятся новогодние подушки. Мы сейчас дойдем еще до детской. Я покажу, что в итоге получилось. Потому что в прошлом влоге мы просто понаряжали и уже под конец оставили это все в бардаке, потому что хотели спать. Вот здесь, мне кажется, отлично смотрится на этом желтом кресле наволочка. И она перекликается по цветам, опять же, вот с этой веточкой. И это мой любимейший уголочек, очень уютный, комфортный. Я обожаю здесь вчера проводить. И вообще здесь я провожу очень много времени, работаю здесь, занимаюсь распивом и так далее. Вот так что вот здесь и фотки тоже классные могут получаться. Очень-очень довольна. А вот так горит гирлянда Fixed Price. Она на батарейках. Очень нежные такие огоньки получаются. И батарейки намного хватает, потому что здесь, видите, какие маленькие-маленькие лампочки. Ну и вот наша ёлочка в детской, какая получилась. Тоже наволочки здесь новогодние. Наши друзья, да, вот наш любимый Дед Мороз. Тоже ему уже сколько лет. Что-то там с его бородой. Снеговик и олень. Это ещё всё с Махачкалы тоже. Наши любимые игрушечки все с Махачкалы. В этом году я даже ничего не покупала из игрушек. Ну и считая вот эту вот маленькую из Fixed Price ангелочка. А так всё то же самое. Та же самая ёлка у нас. Мы её укорачивали. Она была выше ещё на одну ветвь. Наверное, где-то вот так вот она была. И в этом году мы пожалели, что мы её укоротили, потому что у нас уже она смотрится маленькой. Вот в Махачкале в нашей комнатке она смотрелась как надо, а теперь она уже смотрится маленькой. И ключик. Внизу у нас мягкие игрушки все убрали. И сегодня мы с Алисой навели порядок в кукольном доме. Протёрли там всё. И как только здесь порядок, Алиса сразу захотела играть. А до этого, наверное, месяц даже больше не играла. Может, даже два месяца она не играла. Да, доченька? Да, мамочка. Потому что сама порядок она не любит делать. А когда ей наведёшь, она уже тогда сидит и играет. И осталось только коврик нам постирать, потому что Алиса, когда полила, её вырвала на ковёр. Как по закону подлости. И мне на ногу. И тебе на ногу, да. На ногу мы помыли без проблем, и вот ковёр теперь нужно отмывать. А, не вы помыли, я помыли. Ты помыл, молодец. Алис хочет. У меня есть ещё вот такие вот наволочки. Это вообще одни из самых первых, которые я покупала. Они такие, знаете, как плотные. Как обивка какого-то дивана сделанная. Такая. И вот такой снеговичок. Но их я уже, наверное, даже не буду использовать. Уберу. В принципе, хватает нам новогодней тематики. Хотела вам показать подарок одной девочке, которая мне недавно прислала. Посмотрите, это она рисовала акварелью. По моей фотографии. У меня есть фотка. Муж сказал, что очень похоже. Кроме верхней губы. Что у меня не такая пухлая губа. Короче, губами сделали красивее, чем есть. Эти очки я помню очень хорошо. С китайского сайта. Вообще восхищаюсь людьми, которые так умеют красиво рисовать. И вторая фотография. Точнее, второй портрет. Тоже вам по фотографии. Фотка с моего дня рождения. Не было. Здесь муж сказал, что на себя не похоже. Но когда я ему показала фотку, он сказал, да, на фотку похоже. Но на фотке ты сама на себя не похожа. Но у меня есть такое качество. Я могу на фотках получаться вообще на себя. Реально не похоже. Меняться. Мне очень нравится. Для меня похоже. Мне нравится. Спасибо огромное. Кстати, девушка тоже моя коллега-блогер. Она ведет канал Марта и Влад. Или Влад и Марта называется. В общем, там у нее очень классные есть видео уроки по барельефу. Много подписчиков. Инстаграм у нее есть. Уже оставлю ссылочки на нее. Знак благодарности. Хоть какой-то. Пользует меня. Вот огромное спасибо тебе, если ты меня смотришь. Вот даже подписано. Я пока сюда это поместила. Хотя, конечно, это не для них место. Просто хотела вам показать, как они смотрятся на стене. А так, думаю, уже в этой квартире их вешать не буду, потому что не хочу лишние дырки сверлить. Но в другом нашем гнездышке обязательно будет для них свое местечко. Хочу вам показать наглядно очередной заказ с Василька. Посмотрите, какая классная пижамка у Алисы. Ну-ка, подойди попрежь, дочь. Очень такая уютненькая. Она и не жаркая, но и не тоненькая. Такая в среднем плотности материал. Яркий принт. Как раз по размеру подошла. Здесь две пуговки. Видите, рукавчики тоже как раз ей. Детки так быстро растут. Столько пижам у нее было все уже мало. Ну-ка, иди обратно к стенке. Так, покружись. Нравится? Да. Сейчас покажем еще, что я заказала. А Руслану я заказала тапочки. Я хотела себе такие, но, к сожалению, для взрослых там, по-моему, закончились. Тогда я взяла ему. Написано 10-12 лет. Вот они очень тепленькие. И у меня были такие подвязанные белые, тоже такие меховые тапки. Меня мама их забрала. И они после этого закончились. Второй костюмчик. Как любят дети с этими блестяшками. Сейчас же это очень популярно. Серый цвет обожаю. Алис, ну вернись. Красиво, да, Дать? Да. Прям тоже тетейка в тетельку. Как раз на сезон, потом уже будет маловато. Люблю серый цвет. На нем вот все вот эти яркие краски классно смотрятся. Кармашки есть, да? Покажи, какие кармашки. Что? Это не кармашка. Где кармашка? Вот одна кармашка. А где вторая кармашка? Вот вторая кармашка. Ну, красота. Правда, Дать? Ну, даже тут кармашки прятать. Тоже очень хорошее качество. Единственное, немножко узковато горловина. Просунули прям. Не знаю, может подрастянется. Вот еще одна кофточка. Такой вот свитшотик с кармашком. Покажи, дочь, какой там кармашек? Большой. Большой. Да, можно прятать там игрушки, конфетки, сладости. Все это хлопок, девочки, трикотаж. Очень приятный к телу, хороший цвет. Ну, в том плане, что печать хорошая. Подойди к маме, дочь. Поближе поснимаю. И тоже вот размер идеально подошел. Видите сами. Лисичка. Это как такая, знаете, наклейка получается. И последняя кофточка, она самая тоненькая. Ну, у нее трикотаж чуть тоньше, чем у предыдущих вещей. И она на замочке. Это на весну. Как раз тут есть немножко запас в рукавчиках. Я говорила, что в садик очень удобно вот так вот брать кофту на замке, чтобы не портили прическу. То есть вот эти вот горловины туда-сюда, да, потом косички расплетаются, хвостики расплетаются. Вот, чтобы там воспитатели не расчесывали детей. Лучше вот такие кофточки носить. Дочь, подойди. Там, по-моему, тоже как наклейка это. А нет, это рисунок. Это не наклейка. Это рисунок на самой ткани. Рисунки. Тоненькая уже. Ну, тоже такая девчачья кофточка. И еще взяла два комплекта постельного белья. Сейчас покажу вам. Вы поняли, я обожаю серый цвет. Сейчас вам покажу простынь. Так. Простынь и с другой стороны вот так вот выглядит. Наволочки на большие подушки. А почему-то под одеяльник на наше одеяло не подходит. У нас какое-то вот одеяло нестандартное. Я уже один раз его обрезала. Видимо, надо еще под этот именно комплект подогнать. Что мне много комплектов с василька. Ну, у нас так тепло. У нас уже индивидуальное отопление в каждой квартире. И получается, что можно регулировать. И у нас всегда тепло. Мы спим вот под просто под одеяльником. Либо каким-то тонким покрывалом. Так что плюсы индивидуального отопления. И второй комплект. Который недолго тут просуществовал в спокойном виде. Вот такой вот. С сердечками. Тоже думала серый. Но он какой-то больше сиреневый. Хотя внутри просто серое. Видите, с такими сердечками. И под одеяльник с другой стороны тоже. Вот сердечки. Так классно. Конечно, классно. Прыгайте на новой. Меня снимай. Зачем ты меня снимаешь? Не надо меня снимать. Меня снимать. Я Алису снимаю.